Человеческий фактор и теплая солнечная погода, которая царит Самарской области – основные причины многочисленных возгораний. Только за прошедшие сутки в Самарской области произошло более ста техногенных пожаров. Это в 13 раз больше, чем за это же время год назад. Представители областного управления МЧС России в очередной раз просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко предложил ряд мер для улучшения обстановки в регионе. Запретить охоту до 1 ноября в связи с установившимися сложными погодными условиями. Глава муниципальных образований городских округов и муниципальных районов перевести в связи с предстоящими выходными с 16 по 18 октября органы управления и силой муниципального звена территориальной подсистемы в режим повышенной готовности. Противопожарный режим предложили продлить до 31 октября включительно. Обустроить дополнительные минерализованные полосы и проверить уже имеющиеся. Для предотвращения распространения пожаров на территориях рядом с населенными пунктами. Также обеспечить своевременный покос и уборку сухой травы. Запретить сжигание мусора и разведение костров на территориях муниципальных образований. Организовать патрулирование в населенных пунктах, приусадебных и садоводческих участках с привлечением сотрудников администрации и местного самоуправления. Все меры, которые были сейчас предложены, они не являются избыточными. Нам действительно нужно работать в режиме повышенной готовности. Я попрошу оформить во всех муниципалитетах подобные документы на региональном уровне тоже, естественно. И организовать работу в соответствии с теми предложениями, которые сейчас прозвучали. Крайне важно, коллеги, я обращаю на это внимание еще раз, это своевременное обнаружение пожара, своевременное доведение информации до МЧС. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно немедленно сообщить по телефону 101 и по возможности отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт за помощью. На кону жизни людей и животных сознательность каждого жителя сможет значительно снизить количество природных пожаров и наносимый ущерб. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.